Рыба и мясо Давай, давай, я начну с удивительной штуки Вот иди посмотри, что у меня в кастрюле Вижу рыбу и мясо, тут бульон Рыбу и мясо, бульон какой? По запаху определи Молодец, девочка Это что? Смотри Это наш горох Это ваш, это горох, дробленый горох Вообще, горох надо специально вымачивать за ночь долго Если бы не макфа, мы бы все это проделали Вот так, сделай, вот так У нас с тобой отличный дробленый горох от макфы Который мы за 30 минут Без предварительного замачивания Сварим? Без всяких проблем В курином бульоне? В курином бульоне Кидать? Именно в курином бульоне Ну, клади, нежно, нежно Сколько? Я думаю, три Вот еще же один, Миша Да, вот я приготовил, клади В курином бульоне варим горох макфа Это, видишь как? Положил, достал, выложил Положил, достал Азбука такая Макфа как кулинарная азбука А я буду готовить, Миша Как ты думаешь, что я буду готовить? То есть ты думаешь, я вот так взял и все Я теперь буду 30 минут стоять, ждать по огороду Я брошу все лаврушечки Я тебя угощу Попробуй Пьяные яични Так вкусно Сейчас напьемся и будем пьяными Аня, это не моя еда Вот моя еда Мясо и рыба Итак, какое выражение ты знаешь по-испански? Кроме бесса мамуча Бесса мамуча только знаю Дон Кихот Реал Барселоны Реал Барселоны Малага Севилья Итак, у нас сегодня исключительно испанское меню Потому что только испанская кухня позволяет Совмещать несовместимое И мы сегодня приготовим мясо с рыбой в одном блюде Мы отбиваем куски телятины Это такие же нецельки Или отбивнушечки Небольшого размера Я ее отбил А вот скажи мне, как ты думаешь, что я буду готовить из белого хлеба? Бутерброды? Нет, еще Сейчас сумничные сэндвичи Не Ну Вишневое шоколадное печенье Вот что я буду готовить Догадался я Если вдруг у вас есть дома, дорогие девчонки и мальчишки Хлебушек, может быть, подсохший или что-то Но главное белый Не выкидывайте его Не делайте из него сахарей И сделайте из него шоколадное печенье Занимает 20 минут времени Безумно вкусно Ну, калорийно, конечно Но до 3 часов дня Шоколадное Можно есть шоколадное печенье Поперчу Посолю Поперчу Посолю В чем можно Вопрос Такой Кулинарный В чем можно Обвалять Мясо, если Неохота Обваливать его в яйце и в сухарях Я рекомендую вам обваливать его Просто в муке У меня есть слабо маринованный лосось Ломаем мякош 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 Мякиш 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 Я в этой сковородке буду жарить орехи В чем необычные орехи А кедровые Ой, это так вкусно Так вот, жареные в борхасе кедровые орехи Это вообще отдельное блюдо На этом можно готовить не один, не два И даже не три раза Проверенное По-настоящему рафинированное Борхасе орехи Братья навек Прекрасно Сейчас почти тесто готово У меня где-то были кедровые орешки Я приготовил такой легкий соус Из жареных орехов И обжаренного чеснока И когда у меня горох будет готов Я добавлю орехово-чесночный соус В блюдо И это будет отличное дополнение Даже не гарнир Это будет отдельное блюдо Такой орехово-чесночный горох Царь-горох два Мы готовили как-то суп царь-горох У нас был царь-горох первый А сегодня будет царь-горох второй А я тем временем В наш белый мякиш Добавила 4 яичка 20 грамм коричневого сахара Тонко порежу лосось Вот такими кусочками Тоненько порежу лосось Вот так вот мы перемешиваем Если бы я увидел, что кто-то мясо и рыбу А нас делают на одной доске Я бы, наверное, убил бы Возмучился бы как минимум Да, но у нас блюдо совместно Для мяса и для рыбы Это будем использовать Чехарда называется Сборная солянка Я специально сделал Вот пошли уже кедровые орехи Только я вас умоляю Жарить кедровые орехи надо на Достаточно малых температурах И очень непродолжительное время А я думаю, да, они очень быстро пригорают Я обычно в салатах обжариваю Но без масла я это делаю А я взял с маслицем Потому что знаешь что? Потому что кроме того, что мы положили кедровые орехи Мы положим еще чеснок Причем не будем его давить, как обычно А порежем его Вот на крупные кусочки А я хочу показать нашим телезрителям Какое получилось красивое тесто Из белого мякиша Четырех яичек И двадцати грамм сахара Посмотрите Тесто для печенья готово Ой, потому что... Сейчас сюда мы еще добавим шоколад и вишню Печеный чеснок Это вкусно Я не могу заставить Ломаем его Вас есть чеснок Но посоветовать Полезно Вкусно Испанцы любят чеснок Совсем уменьшу огонь Уже буквально смотрите Минуту уже почернили, да? Почернили наши кедровые орешки Снял я их сразу Чеснок почти свежий С маслицем, с орехами Отложил Пусть уже настаиваются Дальше Подожди, у тебя рыба это какая? Сырая? Слабо соленая Ааа В этом-то вся и фишка Она еще и слабо соленая Да Взял я муку А, надо поставить сковородку Господи, боже мой Муку взял, сковородку не включил Шугар Вот видите, даже на просто горячей сковородке Вот кедровые орехи меняют цвет Они обжариваются Поэтому следите за ними Нельзя оставить кедровые орехи и убежать Они моментально перегорят А сейчас напитаются чесночным вкусом Пусть стоят там Они то, что надо Какой-то на сегодня гороховый день Царь-горох-2 Это у нас что, суп или что это? Понимаете, да? Еще раз для Семенович Мы когда-то готовили с тобой блюдо Царь-горох Это был гороховый суп Сегодня мы будем готовить Горох с кедровыми орешками Да Да не суп горох-2 А царь-горох-2 Блюдо из гороха, но не суп Из гороха можно готовить не только суп Аня Да знаю, горох очень полезен Я тебе хочу сказать Что ты говоришь? Конечно, горох это самый белковый продукт Далее в нашей программе Настоящая барышня Должна уметь делать реверанс Ать-ть А все остальное Придет с опытом Много? Ну что ты делаешь? Быстро-быстро ложку Анна Барышня это понимает И спокойно выполняет указания кулинара Ничего-ничего Выдержу Напоминаю, что барышня и кулинар Готовят обед для Тореадора Так, у нас сегодня Исключительно испанское меню Кулинар смело совмещает несовместимое Вот моя еда Мясо и рыба И собирается удивить барышню еще одной выдумкой Блюдо из гороха, но не суп Но барышня сегодня не менее оригинальна Она делает печенье из хлеба Занимает 20 минут времени Безумно вкусно Впереди продолжение кулинарных экспериментов Мне нужен апельсин А нет у нас такой Вот нет у тебя такой бжжж Бжи? Бжи-бжи это что? Ну бжи-бжи Ладно, я так выберу Бжи-бжи? Бжи-бжи нет У меня есть Вот что Я так выберу Я против Вообще апельсин тоже здоровская вещь Потому что если две дольки апельсина Исать жирной пищей То она лучше усваивается И не усваивается вредный холестерин Да? Ваши сосуды вам говорят Спасибо О, и прямо вот так вот сосуды делают, да? Ать, ать Угу Мы будем делать формочку для нашего печенья Замечательная кулинарная бумага сага Кстати бумага сага Она покрыта силиконом с двух сторон Поэтому к ней ничего не пригорает Ничего не прилипает Духовку вам мыть не надо В общем вы экономите время С бумагой сага Ваша жизнь становится экономней И конечно же вкуснее Вот видишь Специально нарезала апельсин Бастила ее в одну Я тебе сюда положу кусочек апельсина Ты не крала? Это мне нужно Спасибо Видите, я уже практически раскрыл все свои секреты Вы уже видите апельсин Опа Вы уже видите и рыбу Вы уже видите и мясо Вы уже видите и горох И вы уже представляете, какое будет вкусное наше печенье А пахнет вот горох в бульоне Это мое изобретение Вот я придумал варить горох в бульоне Я положу мясо на другую сковородку Вы поймете сейчас почему Я добавлю Сейчас Сюда Сок апельсина Ой, как красиво Апельсиновый Ах Ах Ой Дай мне, пожалуйста Чуть-чуть корицы найди Можешь найти корицы? Добавляю красное вино Добавляю красное вино Там у меня Лимо, апельсин Я выжил прям соком апельсин Да Много, ну что ты делаешь? Быстро, быстро ложку Анна На кончике ножа это же Катастрофа Сейчас будет горькое Будет горькое Ну ты всю корицу вытащил Аня На кончике ножа Это Вот столько Посмотри на меня Ну что это такое? Горькое будет иначе Видели, что сделала? Забубехала пол столовой ложки Пол чайной ложки корицы Соус А нам нужен еще сахар Вот мясо приложил на другую сковородку И масло не доливал Потому что в самом мясе Масло достаточно Хорошо, скажи мне, сколько сахара положить? Только точно Две чайные ложки Две чайные ложки Вот сюда добавляем две ложки сахара Две ложки сахара Так И Перемешиваем Перемешиваем Возьми там еще Перец с горошком Прям сюда? Аня Я тебя умоляю Хотя это чугунная сковородка И можно Но Это же не очень приятный звук Возьми пластиковый Давай Прям сюда Что мне теперь нужно делать? Мне нужно с горохом разобраться Так у нас Горох уже готов Мы выключаем Выключаем Я забираю горох Беру плошку Всегда, когда вы варите пакетик Дайте чуть подостыть крупе И стечь Оп Высыпаем наш горошек Высыпаем наш горошек Так, надо Ах, горячо Чисто Я тебе предупреждал Высыпаем наш горошек Ничего, ничего Добавляем Выдержу Добавляем туда Добавляем туда Кедровые орешки С чесночком Дожди, дай-ка я потом не горячу Вот, получилась такая замечательная Я так люблю Гороховое кашу Гороховое пюре Все Аня, теперь знаешь, что надо сделать? Очень полезно Да, очень полезно И смею тебя верить Очень вкусно Так, что надо теперь сделать? Теперь надо порезать туда Зелень Вот верхушек укропа и петрушки Угу Надо порезать А я, балбес Общаюсь с тобой Все или не очень много? Верхушечек не очень много Я забыл об одном Совершенно необходимом мероприятии, Анечка А каком же, Мишечка? Сейчас я тебе покажу Я должен листья салата Так Положить под Под апельсины Да Выложить дно посуды Листьями салата Теперь на них положить апельсины Вот Теперь внимание Внимание на экран Так Я беру На апельсины Кладешь мясо Кладу мясо Какой-то сэндвич у тебя апельсиново-мясной Слушайте, здесь Стойте там Слушайте здесь А рыбу-то куда? Слушайте Слушайте там Стойте здесь Аня, не торопитесь Я вас очень прошу На каждый кусок мяса Я кладу кусок лосося Смело В этом испанце, конечно, мне очень нравится Их кулинарная смелость Смешение совместимого Да, совмещение несовместимого Мне кажется Достойно всяческого внимания Не могу быть уверенным в том, что всем вам Севильский шницер или мясо по-севильски понравится Но То, что это неожиданно То, что это Еще заливается вот винным И рыба И мясо Чтобы приготовить это экстравагантное Испанское блюдо Отбейте куски телятины Посолите Поперчите их Обваляйте в муке И обжарьте на растительном масле Выложите готовое мясо И на этой же сковороде Приготовьте соус Для этого смешайте в сковороде сок апельсина с красным вином, корицей и сахаром Поперчите соус И немного его потомите В форму или на тарелку Выложите листья салата На них дольки апельсина А следующим слоем Жареную телятину На каждый кусок мяса Поместите кусочек слабосоленого лосося Залейте пирамиду винно-апельсиновым соусом И при желании Украсть зеленью Ой, ну у меня все Я тебе хочу пирожных Кстати, они... О, подходит Ну это катастрофа Сделать пирожные из хлеба, а? Смотрите далее в нашей программе У барышни к кулинару много вопросов Да что ж ты сегодня у меня все забираешь-то? А кулинара волнует только одно Вот скажи в камеру, замужем ты или нет? Каков будет ответ барышни? Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту- Кулинарная смелость, совмещение несовместимого, мне кажется, достойна всяческого внимания. Блюдо с рыбой и мясом поразило барышню. Какой-то сэндвич у тебя апельсиново-мясной. А вишнево-шоколадный десерт шокировал кулинара. Катастрофа. Сделать пирожное из хлеба, а? Уже почти готов. Зарь-горох два. Ох, я так люблю гороховое кашу и гороховое пюре. Все. Я меленько режу. Ну, это много, Аня. Да что ж ты сегодня у меня все забираешь-то? Корицы много. А куда ты заберешь мне это, интересно? Конечно, все к себе. К себе, ну, Аня, ну это много будет. Ну, хорошо, вот столько. Да, все. Все, больше не надо. На удивление, сочетание гороха с кедровыми орешками, вот это с легким чесночным духом, дало нам потрясающий результат. Вот мне, даже мясо пробовать не хочу. Ну-ка. Попробуй. Ну, не понимаешь, что это такое. А? Угу. Очень вкусно. Давай выложим красиво, а? Очень вкусное блюдо. Царь-горох-2. Чтобы оригинально приготовить гороховую кашу, отварите горох в курином бульоне, а на сковороде в растительном масле обжарьте кедровые орехи с чесноком. Затем добавьте их в готовый горох, тщательно перемешайте и украсьте кашу зеленью. Получится сказочно вкусное блюдо. Ммм. Горох пробовали? Понравилось? Спасибо, Макс. Очищенный, шлифованный, экологически чистый. А есть у тебя еще тарелки? Я вот эту возьму. Я должен попробовать, ты не знаю, но я должен попробовать вот это вот произведение искусства. Можете что хотите мне говорить, я обязан этот старинный испанский рецепт попробовать на себе. Итак, у меня сейчас будет на моей вилке апельсин, келятина и малосоленый лосось. Но я так понимаю, что Семенович пробовать это не рискнет. Нет. Ну, да, женщина, надо прощать их маленькие слабости. Печенье готово. У вас есть у кого-нибудь старый пионерский барабан от бабушки, от папы или от дяди нету? Сейчас бы хорошо сыграть барабанную дробь. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Это не барабанная дробь, это похоже Анна-на. Ну? Ну вкусно. Ну вкусно и все, что ты можешь сказать. Ну, мы ждем обморока, что-то еще. Кубу Колика в животе, знаешь. А тебе вкусно? Колик? Ну ладно, сейчас тебе по-настоящему будет вкусно. И вот такие печеньки, очень вкусные. Вишнево-шоколадное печенье. Чтобы приготовить этот десерт, возьмите белый хлеб, обрежьте у него корочку и поломайте хлебный мякиш в тарелку. Добавьте к нему яйцо, коричневый сахар и тщательно перемешайте тесто. Затем отправьте в смесь дольки темного шоколада и ягоды вишни. Из кулинарной бумаги сделайте кольца, выложите их на противень и заполните тестом. Отправьте печенье запекаться в духовку, разогретую до 180 градусов на 15-20 минут. Готовый десерт полейте ванильным кремом. У нас еще есть ванильный крем. Пахнет вкусно. И им мы польем наши кексики. Замечательная кулинарная бумага САГО. Для тех, кто любит готовить с душой. Аня, знаешь, на какой вопрос о тебе я устал отвечать за все годы нашего сотрудничества. На который я тоже устала отвечать. Нет, Аня, не на этот вопрос. А, какой? Да, не на этот вопрос. Меня спрашивают, замужем ли ты. Замужем ли я? Да. Вот скажи в камеру, замужем ты или нет. Я не могу, спаси меня от этих... Я пока не замужем. Пока не замужем. Ну, раз ты не замужем, Анна, давай за это поедим. Давай, за это поедим. Никогда не мог подумать, что гороховая каша может быть такой вкусной. Это не испанская гороховая каша. Это испаносибирская гороховая каша. Ну, что откуда вы спадете кедровые орехи? Ешьте горох, будьте счастливы, улыбайтесь. Экспериментируйте, смешивайте рыбу с мясом. И главное, сами не будьте ни мяса, ни рыба. Когда смешиваете рыбу и мясо, всегда имейте кулинарного партнера, чтобы заставить его попробовать. Ну так, минут 10 подождать, а потом уж самому приниматься за еду. Угу. Приятного аппетита. Называй, ты знаешь, как это профессия? Фуд-тестер. Фуд-тестер, я буду фуд-дизайнер, а ты будешь фуд-тестером. Ммм, фирмичок попался. Ммм, ой. Приятного аппетита, дорогие и любимые. И как всегда, смотрите, барышню и кулинар. Выключайте камеру, я сейчас чапкать начну. Барышня и кулинар, пальчики оближешь вкусная еда. Посмотри, послушай, здесь рецепты лучшие сможешь ты найти всегда.